приветствую друзья ну я сразу обращаюсь и к нашим друзьям которые здесь студии и друзьям которые нас будут потом смотреть значит сегодня делаем такую веселенькую осеннюю работку мешать значит что делаем нам нужно чтобы вот эта центральная часть вот по диагональке где вот эти вершинки была сухенькая для того чтобы у нас ну какие-то грани появились сколики там все эти обрывчики все остальное на горе но в то же время надо получить мягкое небо и мягкий низ то есть мы все равно туда воздух запустим вниз в ущелье там теневая часть она не видно поэтому вот можете даже кисточку я положу вот это место не сушим то есть не мочим смотрите вот эту саму диагональ до чуть-чуть смачиваем вверх и чуть-чуть смачиваем под кистью середину оставляем сухую это сегодня диагональ из нее вообще не забыли про нее про и что они вообще забыли вот я могу тряпку положить чтобы мы ешь говорю мы работаем последним вот вот это нас часть вообще не интересует мы сейчас работаем только с тем что касается небо и гор соответственно можно этой кисточкой немножко посмотрите не перемачивать но я флиться мне побыстрее значит только добьемся чуть небольшого блеска вот подсмочили уголок верхний куда мы заведем небушка оставили серединку прям сухую вот сухую чтобы нам потом эти макушки туда ткнуть я потом объясню а под ними под макушками немножко помочили но если забежите как бы чуть-чуть ниже диагонали и у нас с вами получается маш много воды вот я сразу тебе глют и больше не рядом много воды и у тебя ничего не твари на мне уже впиталась вот у меня уже воды нет в итоге получается у нас здесь мокро сухо мокро вот уже горы если вот так посмотреть уже горы получились чистый синий наберите какой-то в основу и попробуем его с чем-то так сказать подсмешать мне проще у меня вот всякие есть голубые красочки очень красивые и мне не надо мучиться что-то там да вообще я считаю рекомендую вы горное небо добавить чуть зелени вот как бы бирюзы какой-то потому что вот эта звенящая она должна быть холодная то есть кажется что вроде как синие но если вы сделать это чуть-чуть зеленцой с небольшой она даст тут это такое приятный холод вроде как небо зеленая вот да небо но это должно быть чуть-чуть только оттенок на синий и в общем-то достаточно насыщенный смотрите у нас какая бы часть история как нам нужно будет положить нужно тут немножко уже проявить мастерство в каком плане нам нужно сделать то есть небо над нами но сюда более насыщенная более слушай ну тебя вода 1 а что ты вот в этой мешай на палитре вот здесь конечно у тебя тоже 1 вода набирайте то есть все должен примут пигмент быть то есть нам нужно положить как нам нужно положить ярко-ярко-ярко-ярко а вот к середине где макушки практически свести к белому то есть нам нужно будет взять цвет и постоянно добавлять него водичку чтобы у нас к тем местам где мы подойдем к горам горам было чуть-чуть голубое а потом снова будет темнить для чего для того чтобы нам потом как бы сделать на контрасте этим же цветом макушечки я сам не знаю когда получится это теоретически знаете пока сам же не попробуешь но примерно и догадываюсь что должно быть так да 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 сейчас я себе сетки поярче еще нам не мешаю это люблю яркую акварель так мы погнали вы смотрите соответственно раз у нас все диагонально развивается то есть небо тоже красим не горизонтально окрасим под уголочком от разочек провели второй мазочек провели закрываем там где у нас мухренько там на все должно быть хорошо здесь у меня кстати смотрите откуда-то грязь на кисточке появилась синего по почище посмотри вот к правой тому цвету должен быть более-менее то есть у него принципе вот у меня откуда-то у меня этот фиолетовый вылез не понимаю видимо кисти грязные берете берете кисти на занятия не моете мне их подсовываете потом это скорее всего остались с прошлой с прошлого четверга хулигана и делаем пока у нас не дойдет вот почти до угла вот этот диагональ к вот закрываем ее закрываем машин что-то мне кажется бледновато у тебя в принципе можно можно ничего дальше а теперь смотрите теперь нам нужно кисточку намыть а у тебя тоже очень бледно принципе неплохо дело и горам подходим но на горы не лезьте светлым то есть нам нужно здесь обязательно сделать воздух прям водичка просто за цвет немножечко продолжаем нас такая получается растяжка градиент на вот мы ее сделали темный угол и все постепенно у нас уходит светленько теперь берем этот цвет снова который есть на палитре мы же не разводить водой мы же только сюда с водой влезли в кистью на палитре вас есть много далеко побежали от его угол чем дело смотри ты вот сюда должна стремиться куда ты сделала ты смотри нам ты же я же напротив тебя сижу вот смотри небо да закрывай почти прямо делай вот и нам нужно сейчас получить нам нужно стать этой белые места которые типа снег на этих вершинах да соответственно если мы сейчас будем их вырисовать аккуратненько можно конечно пойти по фотографическому пути еще сидеть вырисовать но это не наш стиль не наш метод и нам это времени поэтому кисть набрали вот немножко уже позже по суше и надо значит нам легенько начесать здесь то есть смотри у нас был угол вот такой теперь мы делаем угол по вершинам более острый белый начисать немножко сейчас я даже не подловить каких-то белых таких фактурах пока не надо вершины вырисовать нам нужно получить тон синий но рваный немножко рваненько то есть вот тот снежок который у нас то вроде как лежит на этих самых ну едва кстати смотрите можно вариант так можно попробовать от боком кисти она даст хорошую прямо ваш меня положите ее она даст вот эту вот шероховатость маша еще более полога почти положи быть осмотрели что на расщепленные во первых цвет возьми чтобы таких было посмотрите когда пишем вот здесь зубчиков не должен у вас тогда получается отдельный мозог то есть набирайте на кисти чтобы у вас было слиплись то есть значит в самой кисти влаги нет то есть ты кисть подмочи цвет набирай то есть нам уже сейчас на горах получить вот эту границу какую-то а книзу вот эту старию где у нас там помните подмочено да ну у нас тут что-то было подмочено то есть вверх остались вершинки а низ у нас немножко подмочен сюда можно этого цветика чуть-чуть поплотнее завести потому что он у нас с вами видит как бы нас ущелье с одной стороны освещенность другой стороны как бы тени вот там теневую часть вот эту надо но здесь очень важно положить смотрите вот этот вот рисунок света то есть нам нужно не залезть сюда в яркую гору да и где-то очень то есть вот можно синим немножко отбить где там это идет у нас прям рисунок вершинку таких да да и вот эту крайнюю гору темного недела просто поднимаем свет немножко сюда и соответственно здесь у нас тоже гора какая-то боковая на переднем плане ну можно подмочить я почему подстрелить чтобы здесь низ был мягкий нам здесь там час четки не нужен ну и соответственно пятно нужно с теми верхние пятнами тоже как-то красиво свести клякс очками ну то есть пока мы не не занимаемся вырисованием гор не создаем все-таки много ощущения такой акварельной случайности хотя вот смотрю от меня вот уже мне нравится как бы такие места но мы сейчас горы будет видно нужно подсушиться нужно подсушиться чтобы нам все это сделать так вот живем на дальних горах вот темно темные пятна это как бы скальная порода как у только в нескольких местах туда попадает как бы свет но мы об этом отдельно то есть нам нужно намешать опять же много на палитре такой вот он он не должен быть насыщенный то есть он что фиолетовый чуть коричневым такой то есть он синий но ближе к серому такой серо-синий цвет 1 и берем его уже достаточно так вот ну плотно но не очень ярко потому что это все равно через воздух через воздух не забывайте что все-таки это горы ярко говорили поэтому что должен быть красивенько по цвету я какой-то фиолетовенький туда сделаю и чуть-чуть добавлю в него какой-нибудь коричневинки вот он такой получается серый но с немножко в холодной холодной столь побольше намешаю не спешите намешать лучше светика намешать потому что в принципе намного надо закрыть и вот смотрите теперь цвет намешали если мы сейчас первую рисовали так вот тяп-ляп тяп-ляп то сейчас мы уже включаем себе художника начинаем рисовать от графично то есть что нам нужно сделать нам нужно нарисовать эти горы нарисовать эти горы но чем сейчас будет проблема часто очень многие будет проблема когда они вас будут разваливаться на отдельные маски маш слишком фиолетовыми не очень нравится посмотреть смотрите поскольку карандашного рисунка не да сейчас нам нужно сделать красивый силуэт вот этих вот дальний гор пока в середину невесте хотя бы давайте отсечем с вами как бы вот этот верхний силуэтик можете нужно идти по разным путям можно с угол главной вершины с какой-то начать можно как бы периферию то есть просто но это не должен быть наш пунктир который мы взяли пунктиром обвели города все равно мазок который она создает тень вот на этой горе то есть свет падает у нас оттуда справа соответственно здесь как бы теневая часть там освещенная часть но в то же время он должен быть живой который он сразу нам имитирует фактуру вот этой вот как бы скалы то есть мы берем вот я вершинку примерности смотрю вот у меня здесь она сама получилась ну я вот ставлю например какой-то мазочек да и немножечко как бы вот начинаем эту горочку лепить где-то прям чуть-чуть мазочек оставляем то есть она нас где в тени можно немножечко побольше самое главное чтобы не было двух одинаковых мазков потому что у тебя слишком фиолетные да конечно давай вот потому что в горах даже немножко ярко можно чуть посветлее вот я смотрю в горах нет никакой повторности это не кирпичные дома да где все то есть фактура она скалы все это очень разнообразно и начинаем как бы соответственно лепить мы прям лепим как скульпторы эту гору вот она у нас одна пошла и по склонам самое главное вот эти склоны соблюдать то есть у нас будет сочетание белого снега голубого горы в тени и мы делаем как бы насыщенную тень много недель но самое главное что это все в одно пятно то есть дальше я делаю отдельные клочки они как будто кусочки следующего пятна следующая горочка прошла пусть она где-то из тумана у нас там вот выходит здесь уж так творчески подходите потому что у каждого будет своя зависимости от того как лег легла на сосна может мне кажется же ярковатая давать еще голубенько возьми я хочу чтобы у тебя прибыло сегодня очень к варенье ты столько берешь прям пастозно разгоняем а ты очень контрастно тело не надо столько смотри это должно быть чуть-чуть потому что представь нам гору которая будет перед ними еще ярче придется набирать соответственно берем водичкой теперь вы или тоже мне кажется темновато красивый цвет очень но старайся хотя бы смотри можешь его оставить на верхушках пусть там будет максимальный контраст к низу чуть-чуть его легче своди не увлекайтесь здесь тоном потому что иначе нам придется очень насыщенно брать как бы низ так и вот смотрите самый момент такой вот этим тоном не надо сразу залезать ниже того что мы остались можно даже здесь не сразу вот так вот отсечь мы сюда не лезем дальше вот у нас это гора каждый мазочек живой вот прям это можно бачком кисти если вам надо вот прям поверх этого синего если провести у нас будут такие вот там неровности нам же надо чтобы было все это очень естественно как можно то реалистично делаем еще можешь прям попробовать прям пологой где-то нерисующий едва касается фактура где-то только пропечатывалось низ не забивайте пока только по сейчас вот на сделать красивейшую молодец нормально связывался с тем с той фактуры которые вы уже получили то есть творческие и обрабатываете вот смотрим я смотрю меня на берет белая какой-то скат хорошим и его и ставлю его не буду и закрывать я к нему подведу соответственно какую-то вот такую тень ну и вот у нас это гарант еще повыше к это гривенькая соединяем все это в один соединяем в один такой архипелаг самом деле города не трудно делать иметь сейчас поймать эту фактуру интересную ольга что же тигновато не чувствуешь но тебя сухо слишком мне кажется нет пожиже чуть возьми потому что и так уже на сухое укладывают здесь акварелька она может быть такая жиженькая жиженькая где-то можно вообще закрыть полностью то есть эти это теневая часть нам не надо что прям все было белое вот ничего интересного смотреть опять и рисуешь такие вот узенькие штучки местами тебя хорошо получится попробуй кисть ну попа разнообразить здесь нравится клякса вот эти удачно попытайся такое собрать но ничего мы же учимся ну и сама главная динамика вот этому все время какую-то линию взяли склон машин доберем молодец не чтобы не сглазить его как были здесь очень красиво получилось все хорошо вот старайся в таком же стиле все доделывать даже достать белым мне нравится пусть будет много снега чуть-чуть сюда завела чуть-чуть завелась снизу поднимем да а потому что напряжение 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 смотрите совсем низ совсем низ мы пока оставляем почему вот самый низ не делаем потому что мы когда положим деревья потом этим будем низом макушки прорисовывать вот из деревьев поэтому вот самый низ как у нас остался вы его вот и не трогать нас и дело сделать но две трети макушек ничего не трогать сюда не лезь идем прям последовательно сейчас сидит я чтобы не болтать хоть тебе-то горы какие-то рисунок да немножечко вот это можно в тень совсем увести тут вот в таких случаях можно ну помните мы делали кальку использовать вот если сложно фактуру получить кальку пленку какую-то можно сделать вот я щас даже не знаю чтобы получить интересную фактуру то даже можно взять бахилы бахилы пленочку цвет взять с этого самого и где-то вот они она очень даст хорошую фактуру это кажется то есть горную фактуру ответе какие-то клякс очки можно получить чтобы камни были все такие сейчас не смотрим верхней сделаем все угол угол пока не трогайте все молодцы любой хаос начинаем немножко кисточкой все-таки приводить в осмысленность то есть нельзя уподобляться только когда случайность все-таки должно быть управление цветом так примерно сделали горы можно даже немножко их на это я так чуть-чуть хочу каплю брызнуть наши было грязнее возвращаемся к теплой палитре нам нужно сейчас будет с вами положить мазочек вот этого дальнего света вот здесь где-то ну грубо говоря сделать ту поверхность на где начинается земля наша она такая это и не желтый это по большому счету очень светлая охра но теплая то есть нужно просто набрать чистенькой охрочки мазочек чуть-чуть надо увлажнить капельку просто одну горизонталь щеку капельку вот здесь немножко увлажните потому что нам не надо здесь примут вот просто ты даже не видишь то и увлажнена она есть немножечко и вот сюда нужно провести просто один мазочек вот этого света относительно которого все будет потом выстраиваться то есть теплый охра желтым можно каплю оранжевого то есть он такой должен быть чистый прямо чистится чист цвет это вот туда луч солнца упал яркого на какую-то пожухнули листу и она должна светиться иначе нам глубину будет трудно сделать уже деревья будут как бы перед перед этой историей я просто у меня охра светлая есть сожалению яркие краски все закончились почему-то оранжевая ушла первая ушла первым что осень потому что осень и соответственно вот у меня не бойся не бойся смешивает все добавь охрочки сюда давать нужно чтобы она не была такой желтой прям да сейчас я тебе намешаю я пока не поймал то что я хочу у меня видишь пусто у меня желтых общение пустая ну что такое ладно будет вот теперь нормально термин дается и смотрите кидаемся вот это пятнышко света от горы да вот буквально отступить я не знаю но работу поделить раз-два но грубо говоря на ширину ладони и тот кто смотрит нас то есть вот здесь у нас будет еще деревья дальние а под не будет этот цвет рост нужен в ту линию горизонтально одну провести мягко даже если она ли не аккуратно не ровно с этим самый простату плоскость на которому и посадим потом посадим и чтобы она у нас соответственно легла аккуратненько может под ней просто взять чистой водичкой чтобы еще просто водичкой под ней провести чтобы она была помягче и никуда не увезти все это мы как вы поставили плоскость на которой у нас все будет вот это развиваться все будет развиваться дальше теперь нужно будет закинуть два ярких пятна вот этих осенних деревьев для чего для того чтобы потом все начали обходить холодом у нас два цвета один цвет вот это деревья которые по центру они такие оранжево-желтые но чтобы было у нас скажем так они слишком оранжевые чтобы у нас было поинтереснее палитра давайте мы сначала макушки сделаем более желтые они сделаем по оранжевее соответственно чтобы объем красноватый да прям берем желтый теперь чище вот этого цвета поярче немножечко желтенького можно же в этот добавить такое освещенная осенняя листва освещенная зимой слушай у нас не мокрое я думаю что давайте все-таки чуть-чуть все-таки пойдем только сам совсем капельку машине тоже помочу вот чтобы воды там не было мы просто немножечко вот каплю-каплю каплю-каплю сюда будешь сажать потому что эти батареи включены и лист конечно сохнет час очень сильно быстро значит сейчас нам наши минут на задачи нарисовать деревья нам сейчас нужно туда кинуть просто желтый цвет который мы будем обгрызать потом холодным поэтому мы просто примерно смотрим они у нас если посмотреть это тоже клинышек такой это клинышек чтобы у нас была перспектива то есть мы берем вот сюда делаем такой вот клинышек этого цвета значит все сплошняком желтым называйте делайте три буквально три группы пониже повыше и повыше это вот мы дали вот такое пятнышко освещенной части и теперь вот уже освещено добавляем оранжевенький оранжевенький уж такой вкусный все обобщенно да молодцы молодцы и под низ делать то есть но как бы делаем объем то есть мы теперь добавляем чуть-чуть справа и внутри этого пятна то есть все было даже он в коре но самый прикол что да не доводим до совсем не за то есть нам нужно ставить просвет на холодный там и на то есть не соединяем с пятном который у нас с вами вот эта земля то сидеть нужно поставить просветить там оставить воздуше вот прям воздуше а ты уже поставила но ничего страшного ну и что страшно воздушку нам что нужно будет вписнуть холод то есть вот этот холода с глубину все сделали смотрите нормально молодцы смотрите дальше деревья вот который на переднем плане они там конечно зеленый с красным тяжело такое будет получить поэтому принципе предлагаю пойти по пути этих же цветов ну как бы мы повторяем то есть подальше но чуть-чуть поярче еще сделать и там они очень дробные то есть если смотреть в работу там мы прям видим листья отдельные нам в акварели этого не надо иначе мы с вами потеряемся нам нужно будет принципе просто здесь сделать еще яркое пятно ну чуть-чуть другого цвета можно конечно и зеленцой зеленцой тоже будет красиво то есть берем например ну можно же в эту палитру каплю зеленого например добавим то есть он должен отличаться у нас немножечко от того что было ну такой желто-зеленый оранжево-зеленый то есть не совсем еще пожухлая листва такая чуть-чуть как бы холодок сначала дадим его тоже можно здесь не мочить потому что принципе нам достаточно четкую границу здесь надо получить вы самое главное когда смотрите вводите в кисть в лист вы вот как бы остановились и ведете вас получается четкая то есть надо с воздуха то есть чтобы он зашел и вот это касание было ну как метелочкой значит ну смотрите дерево почти заходит аж до верха да ну совсем так не надо и не соединяем их с этими то есть вот прям делаем просто набор таких диагональных вот таких пятнышков прям по кроне вот и до низа соответственно не доводим дальше вот эта линия вот так вот клочка образно сначала один свет дали прямо да да цвет очень красивый тем не цвет нравится он очка а ты живешь в отдельные пятна сильно собирайте это как будто одно пятно до соединяйте их их не может сразу более темно чуть-чуть ну можно или зеленоватый или можно даже коричневую каплю добавить но можно просто зелени побольше чтобы у нас был такой она более объемное и соответственно свет у нас справа соответственно с внутренней части можем немножко дать вот этой вот к этому же пятно просто добавляем меньшее по размеру более холодное пятно то есть не надо они не должны быть одинаковые мы сразу формируем такое дерево мы потом может быть тоненькой кисточкой листики то обязательно сделаем деревья как делается вот добавили к этому ко всем и оставляем это просветы потому что вот туда мы сейчас как раз не соединяете все вместе ты уже какие-то горы нарисовала я не понимаю откуда горы когда мы деревья рисуем ну ничего придется просто темнить фон я к чему говорю что мы потом будем обгрызать его холодной вот этой горы и фактически получать вот этот весь силуэт уже в принципе красиво раз-два-три-четыре-пять одинаковые борис с этим вот смотри вот туда смотри сюда смотри у меня ни одно маска нет одинаковые какие они все чего это же дерево дерево вот умнички все посадили дальше смотрите ну так потихонечку идем от дальнего плана вот у нас за эти деревья за светленькие заходят 2 если вот я даже слой поновишь две группы значит вот этим зеленым нужно будет сразу получить более менее интересный силуэт по верхней пятна там фактически один мазок то есть холодный темный зеленый соответственно просто добавляем в него капельку коричневую капельку синего ну чё пока не страшно же все все ждет движется за исключение того что мне нужен был формат два раза больше ну тебе не нормальный формат тем можно синий и зеленый да то есть нам нужно туда такой я даже немножко каплю может фиолетового зеленый добавлю такой зелененький насыщенный потому что он в тени можно каплю синего туда плюхнуть пусть он будет уже грязноватый такой но он темный и нам нужно прям буквально очень знаете как обойти обойти вот это светленько вот этим темненьким и дать прямо знаете можно как веерочек рисуют просто взять вот так кисточку поставить и вот туда прям вот так вот завести какой-то такой яркий цветик его где-то можно немножко дать между между желтеньким и и дать чего ты хорошо ты положила то вот этим же холодненьким под деревья мы заводим чуть-чуть холод можно же по фиолетовый туда я даже сделал более импрессионистическую такую палитру прям наш откровенный фиолетовый доводкну чтобы желтым работам вот туда чуть-чуть заводим то есть что тема сидеть но мы нормально смотри как красиво желтым сам вам ты вот ответ под суши если что а то есть мы это за такой кругленький 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 не нормально кстати неплохо но твои не старайся прямо я почему за себя за обобщение болезнь не надо там вот вырисовать конкретными воздух все сглаживает то есть мы делаем наоборот как бы я не люблю когда вот эти вот вырисовывать макушки они нам там не нужны мы просто сделали можно даже хоть кистью чуть-чуть подправить где-то что-то вот так просвечивать и за ними нужно сделать еще рядочек там видите они просто просто прямые елки такой берем прям синий фиолетовый дальние только малей не прорисовывать эти елки нужно просто сделать такое пятнышко но чуть-чуть с остроконечными макушками чтобы было понятно что там что-то такое растительное что это не забор не дом и у нас будет красивое сочетание нас будет переход фиолетовый зеленый желтый и вот прям берем вот так вот эти елочки найти мазочек какой-то кисточку так вот может плавать то есть мы берем вот так вот подняли опустили подняли опустили одним мазком и подвели его под подвели под зеленый где-то можно повыше даже чуть-чуть сделать ну все то есть живопись по вершину не лезем мешаем вот какой-то такой цвет но смотрите он светлее чем вот эти вот нижние почему я вам дал сначала нижние деревья что вы понимали камертон они темнее они совсем в тени соответственно вам нужно промежуточность сделать между светлыми горами и темными вот этими макушками можно даже голубить немножко то есть это можно будет уйти в такой серый голубой а вот что-то вот такое ну хочется чтобы было капли фиолетового потому что чтобы желтый красиво работал мы опять же берем противоположные цвета по цветовому кругу и если будет там как бы оттенок фиолетового чуть-чуть это будет неплохо с точки зрения живописи значит смотрите сейчас пойдем от обратно то есть мы не гору рисуем пока да сейчас просто ищем силуэт по большому счету вот этих деревьев то есть мы начинаем прям снизу обрезать вот как ножницами вот эту вот грубку ну почти сухая без разницы потому что если что-то растечется на нас на эту акварельность и пока не думаем про горы думаем про деревья не забыл не боимся залезть прям внутрь дерева какой-то точечкой потому что мы все видим просвету например сделать пару просветов и всего такое рваненько то есть не бойтесь только не соединяйте приму цена мертва где-то белое ставки то есть вот красивый силуэтик это сложная задача потому что это рисующая кисть должна быть вот просто обойти его рисовалась к такая я вот очень хорошо чтобы вас и соответственно можно вот это же синенький холодный и туда за деревья чуть-чуть вот это место силите не испортите все будет дальше просто ничего страшного ну нет мы исправимся всегда все можно превратить в квадрат малевича так что это как бы ничего страшного то есть вот это обошли дерево в принципе обошли теперь задача сложная задача только смотрите вот в этом дереве там нет но мы можем оставить мы можем за не стоит белая то есть белый снег мы можем оставить за ним если вам это хочется по композиции то есть то же самое синим повторяем грызем вот это вот большое дерево кстати тут у меня осталось можно сюда какой цвет ввести не синий холодный то есть допустим там какие-то дальние деревья если вдруг чувствуете что по композиции что-то напрашивается может какой-нибудь синий холодный туда например просто завести добавить пятнышко под низы под низы Ну вот под большое дерево Я имею ввиду Просто какие-то цвета добавить без деталей Потому что там настолько все обобщено должно быть Что мы вообще не видим, что там происходит А этот цвет там все больше не получается? Не-не-не, мы сейчас этим цветом Мы сейчас будем обходить вот это дерево делать Все то же самое Берем тот же наш синий Не смачиваем, потому что у нас еще Это, скажем так, живая часть Нужно пока просто Мы смочим, может быть, потом Сейчас пытайтесь получить красивую форму Вот этого большого дерева Вот мы его Соответственно здесь, внутри дерева тоже Мы все вот этот холод Но мочить не мочим, да? Не, не надо, иначе у нас пятна сойдутся А нам надо, чтобы это была Одна история Пока гору не рисуем Потому что мы не понимаем, как мы еще в дерево уйдем Разбирайтесь вот с деревом То есть внутри него просветы есть Вот видите пятнышки Я просто ставлю кляксу Но это с одним цветом Только смотри, делай более кругленькие Вот в чем дело Когда это внутри листвы Как бы они такие Они стремятся Наше зрение, оно всегда немножко не геометрию здесь вводит А наоборот закругляет То есть если крону мы делали более геометрично То дырки внутри крона Они всегда должны быть такие помягче Если даже обратите внимание Когда художники маслом рисуют деревья Ну, чтобы просветы были Они прям кружочки стоят разного размера Вот нарисуют пятно, типа зеленый дерево А потом у него кружочек, кружочек, кружочек Три кружочка маленьких И начинают просветы вот этих в листве Прям набор кружочков Таких, не повторяющихся Вот посмотрите Это же не острые формы Они закругленные Как это называется Эффект лиродации Когда свет, когда проникает сквозь чего-то Он начинает немножко закруглять Затягивать То есть вот он смазывает Ну вот туда Все это дело Горное немножечко Прячем Чего? Молодцы Яблоки нарисовала Нормально, нормально, нормально Немножко старайся Все-таки вот Более разнообразной кисточкой А это такое тут дело Ничего сказано Закруглить Да Кружочки Значит кружочки Вот Ну и чтобы вам было легче Как бы поднабрали Теперь давайте просто посадим Силуэт этой горы То есть прям за дерево Вот мы уже начинаем Как оно у нас идет? Давайте можно просто с макушки Самоглашу за деревом Понимаете? То есть она должна быть И прям вот так вот Ее даже немножко смазываем Взяли жирненько Вот так вот Она вся в тени Склон, который мы видим здесь Вот он у нас идет Какой-то план То есть где-то там белый Пусть хорошо снег за ней лежит А она темная Эта гора Она ближе к нам И она у нас спускается Практически вот до этих Нижних деревьев Ну низ можно единственное Чуть-чуть полегче сделать Потому что воздушек мы туда вниз заводили То есть здесь не надо Такого контраста Как сверху Здесь можно чуть помягче С водичкой Вот она вот этот И соединяем с тем силуэтным пятном Который мы получили А здесь Но соединяем не сплошняком Оставляем какие-то белые Просветы Может мы их потом Оттонируем Но это нам Сейчас пока главное Получить рисунок Рваний Что, молодец Потом подровняем Разбирай пока На пятна раскладывай Если в детали не уйти Можете просто пока на пятна раскладывать Рисующая кисточка такая пошла И прям можно даже до угла Куда-то поднять Горную историю Так Ну вот у нас хорошие градации получились Потемнее Посветлее Туда ушло как бы в детали А рисунок примерно один и тот же То есть мы как бы ритм повторяем Вот теперь можно туда же поставить Елочку Смотрите как Вот прям на склон Берете вот так кисточку И вот над синим пятном Просто ставите Немножечко таких вот Вот Елочки там где-то растут Далекие елочки Но немножко их Вот где-то они там На склоне поднимаются Но дробности не хочется Ну вот где-то на границе Пятен вот этих Значит у нас тут с вами Основная история Вот эта водичка Водичка Она такая простенькая Голубенькая Нам надо будет сейчас закинуть Чтобы водичку нам хорошо сделать Нужно чуть-чуть Подсмочиться под нее Почему Вода здесь очень хорошая В ней отражается небо И горы То есть она вот этим же Голубым цветом Который мы сверху занимаемся Она не сложная по цвету Нам ее нужно будет положить Но единственное Нужно будет оставить местечко Вот здесь Ну сбоку Да От середины Ну вот на уровень ладошки Вот этот кустик Все-таки мы туда воткнем С какой травкой То есть передний бережок Мы сюда сделаем Сюда не лезьте Вот еще раз показываю Ставим плашмя И начинаем просто ей Как бы вот это пятно взяли И прорезать Вот эти бережочки Вот прям не отрывая Вот этот цвет И тяните его То есть мы получаем Вот этот цветик И вот она у нас как заходит Этот бережок Вот Ну вот сюда А куст где? Куст здесь будет Да Смотрите Пока делаем только дальний берег Я почему показываю Смотрите Вот мы сделали Дальний берег вниз Не забегайте Ты у кисти отрываешь Ты меня не слушаешь Я же говорю Кисть не отрываем То есть вот мы ее взяли И цвет как бы растягиваем Да Вот сюда Дальний бережок А теперь нужно взять Вот этот цветик И опустить вертикально То есть мы Как воду сделали То есть теперь берем С дальнего берега И теперь берем Вот это дело Все сюда Вот так вот Обходя Берег Да Где куст Соответственно Ну что здесь ее будет Оставить Ну вот может даже Вот так вот Силуэт вот такой Можете даже сразу Накрасить его кистью Этим цветом Беленько оставляем И прям вертикально На нас То есть у нас получается Дальний бережок Такой четкий А серединку Просто всю смазываем Не волнуюсь Можете для разнообразия Чтобы было поживописнее Ну какой-то другой оттенок Голубого найти Что-то у нее такой Разнообразный Чуть посветлее Вертикальные полосочки Такие набираем Можно каплю фиолетовую Туда например Воткнуть То есть живописность Внутри воды Поискать Но обязательно вертикально То есть у нас Вода пишется Как бы отражениями на нас То есть не надо Горизонтально Уделить только дальнюю сторону Вот она у нас получается И даже если остаются Какие-то просветы Проблески Это все хорошо В воде Все хорошо в воде То есть мы сделали глубину А теперь нужно сделать Будет плоскость То есть теперь кисточку Вытираем Мы прям вытерли ее Насухо И кое-где нужно будет Вертикаль Которую мы набрали Смазнуть То есть дать плоскость воды Просто взять где-то Вот кистью Вот так вот Вот раз смазнули Два мазнули Три мазнули То есть соединяем эти мазки Получается такая Рябь живая Вот вода делается Два раза провел И речка готова Видите Во-первых Под куст нужно положить Плоскость На которой он сидит Там что-то такое серое Там серо-ухристая Потому что Ну это такая трава С землей сухой Что-то смешали Вот может даже сиреневый С охрой Потом сверху Травинки к ним И буквально Одним мазочком Низ вот этот Закройте Самый низ Вот обобщенный Потому что передний план Мы там деталь не сделаем Куст из двух оттенков состоит Верхний яркий И теневая под ним Значит берем Что он у нас будет Какой он у нас будет Пусть он у нас будет Такой зелено Ну такой вот Я не знаю Зелено-оранжевый какой-нибудь Тепленький То есть по контрасте Поярче Уже на переднем плане Я прям даже Делаю такой Оранжевый-желтый Пусть он будет поярче Чем все остальное Значит Листья Ничего не рисуем Наша задача Просто посадить Получить пятно И потом сверху То есть просто делаем Вот эту границу Вот такой вот Кляксу По форме Только делайте его Как бы веерообразным Кучком Таким он Разные стороны торчит И под ним сразу тень Потому что Он близко И он контрастный То есть берем Коричневый С фиолетовым какой-нибудь Коричневый-фиолетовый Такой Ну чтобы все-таки Был природный Ну можно каплю Что-то оранжевого Добавить Тенюшечку такую Что-то смешали И под этой же кустью Просто туда Сразу посадить Вот эти пятна Так же вот Кверху Ну Синий Может фиолетовый С этим оранжевым То есть это должен быть Такой теплый Можно даже желтый-зеленый Сделать немножко Светящий То есть она подсвечена На нее солнце падает Она теплая То есть относительно Дальнего холодного Дальнего холодного Она должна быть Прям такая тепленькая Поэтому Можно даже чуть-чуть Вот майской зелени С оранжевым Смешать С желтым То есть такая На открытом месте Такая приятная Теплая теплинка Даже сейчас Не пытайтесь ее Разрисовать Там разукрасить Просто нужно Просто закрыть Вот этим вот Широко цветом Ты мне водичку Спасибо вам Хорошо Ничего что сухое Да? Или не сухое Прямо Мы же там ничего не рисуем Конечно Просто ее взяли Вот так вот Затянули туда цветом Ближе к нам Полплоскости И просто продолжаем Этот цвет Более насыщенным Понизу Но смотрите Все не закрывайте Нужно ставить Клопчечки белые Под вот эти вот камушки То есть вот у нас история Тепленько идет Чуть потемнее Как бы в горизонтально ушел Ну и на границу Можно где-то ткнуть Этот цвет Он же у нас кое-где Присутствует на границе Прямо с водичкой Одним цветиком Камни от камней на белом Он такой Они все Холодные С лиловым таким отливом Тоже сплошничком залить То есть мы потом Камушки какие-то нарисуем Нам сейчас нужно Общее ощущение от цвета Может даже капли фиолетового Туда добавить Не знаю Там же какие-то камни Режат Это же гора И просто сюда же Вот этот цветик Вот прям такой серенький Вот так вот И где-то белое Можно оставить Потому что камушки освещенные Где-то могут быть Прямо даже беленькие Вот так вот Цветик это набрали Правый берег Берег левый Берег правый Он у нас Получается в тени В принципе Можно сделать Ту же самую палитку Просто темнее Можно просто Одним цветом Видите Не будем Обобщенный Такой зеленый С оранжевым Но самое главное Вот у нас Помните Вы там свет заводили Туда Вот эту палочку Оставить светлую То есть она где-то там Вдалеке за деревьями Светлая Но мы будем Поверх нее стволики Поэтому берем Что-то такое Зеленое Оранжевое Ну больше холодного То есть это больше Как бы Больше холодненькая Такая она Нужно даже катерику Ферлее Топи туда добавить Что-то может Детки веселяться И вот этот же берег Просто так же Широко Закрываем Закрываем Да Такой он Ну там Цвет такой Видите Трава какая-то Пожухлая Все это Все обобщенненько Прям вот Первый такой Фиолетовый Потому что это глубина За деревьями Мы ничего там не видим Нам подробности Там не нужны Ну да У кого он там доделан Вот Мы просто поверх него Сейчас будем сажать Наши деревья Вкусно такой же яркий Да Да Конечно Можно же его какой-то сделать Такой Контрастный Я прям туда вот Тень увожу Глубоко Да То есть глубина Это тень Это тень в ущелье Скажем так Тень в ущелье Главное беленькую Тут убрать Там все Мы как бы их заваливаем То есть не прямые Как березки рисуем Да Вот к этим пятам Начинаем подводить стволы С темного пятна Оставляя как бы светлый просвет Чуть-чуть Оттуда Начинаем Вот такие вот Прям заваленные Только к низу То есть Внутри Не надо искать Внутри Может только где-то сделать То есть Делаем Вот сюда Соответственно Следующая группа У нас такая же Она вся Она из множества Стоит То есть Таких стволиков Но с темного Чтобы за ними Был свет Тогда у нас получается Вот эта глубина Пространственная Я черный с фиолетом Смешал То есть стволы Сюда Но и они такие Корявые Корявые Вот у нас Сразу начинает Ожевать Это пятно Когда мы к нему Подводим Какие-то веточки Теперь мы можем Немножко где-то Добавить намек Внутри На листу То есть Сделать уже более Реалистично Но только Деликатно Кое-где То есть Я умоляю Чтобы мы все листья Не нарисовали Это не то что листья Это просто Пятна внутри формы Ну на крупные ветки Какие-то А вот внешний силуэт Холодненький Можно даже еще взять Тоненькой кисточкой Сейчас И прям будем делать Очень реалистично Все То есть Если до этого Мы только большой кистью Работали Теперь мы Берем Вот Чтобы у нас Все было Очень изобразительно Интересно Кому надо Я сейчас могу помочь Поискать Вот эти формы То есть Нам нужно просто Сделать интересный силуэт Соответственно Им корректируем То что у нас с вами Где-то может быть Не получилось Первоначальной стадии Мне нравится Мне нравится Нужно будет Скоро нам Не рисуй ветки Я тебя умоляю Маш Все остановись Ты подводишь Только под пятно Вот под пятно Под пятно Под пятно Ну давай с тобой вместе То есть смотри Машберс Это желудок деревь Просто Внутри деревь Ты не видишь Понимаешь Внутри листвы Сделать Такое кривенькое Здесь Рисуем Рисуем Вспоминаем Что мы Художники И вот Ищем Вот это Красивое Всегда Силуэтики Если все сразу Тонико рисовать Это умереть Это уже роспись Такая Получается А мы же сначала Пятна набрали Теперь это все Дело Корректируем Внутри Дерево Все светится Насквозь То есть в природе Нет сплошняком Только когда Стенку бетонную Уперся А так все Должно бы сквозить Один цвет Сквозь другой И деликатненько Это все поправляем Начинаем Немножко диагональ Вот сюда Выводить Ну и соответственно Они у нас где идут Они прям С передним планом Начинаются Тволы вот эти Ну вот так вот Много их набираем Крупные Насквозь Не рисуйте Опять же Подводим к пятно Которое у нас Типа Группы листьев И только за ним Потом повторяем То есть между Рисуем на фоне Синего Но не на фоне Желтого Чтобы было Красиво Надо делать Вот Силуэтами Вот они у нас Такие вот Растущие Туда тянущиеся Кверху К солнцу Ну и вот Между На фоне Синего Желтенько Оставляем Делаем Вот эти Вот прям Может даже Завести их Немножко За Лист Сразу Сразу Появится Дерево Ну да Но меня Больше Больше Как бы Силуэт Интересует То есть вот Поискать Чтобы Зелененькие Оставались Листиками А между ними Какую-то тень Такую сделать Живую То есть вот Эти клочки Листьев Они должны быть Ну Силуэтом Немножко Таким Точечной Рванинь Потому что Вот эта Листва Наши Такими Пятнышками Не везде Все Прям Все Обходить Не надо Что-то Должно Остаться В такой Стадии Вот Что-то У нас Там Кляксообразное Пятно Что-то Что-то Прорисовано Уже Теперь по-сухому Она спокойно На синий Может лечь И на Зелененький Я зашел Какие Я зашел Кисть То есть Это просто Пятно Объединенное Как бы Ну вот Масса Его немного Там буквально У нас Как бы Сантиметрик Идет Но мы Как раз Эту историю Все соединим То есть Мы ее Заводим За светлую То есть Мы ей Рисуем И Саму Горочку И Границу Светлой Сразу Но такая Должна быть Интересная Потому что Мы делаем Силуэт Сразу Такой Вот этой Вот Да 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 Темно-нейтральный То есть Он не должен быть Светом Каким-то Сложным И она У нас Такая Должна Есте Она не должна Прям повторять Один в один Силуэт Как бы Вот этой горы То есть Она Видите Там Где-то Выше Ниже Но То есть Вот Здесь Поинтереснее Поискать Форму Чтобы Более Сложное И куда У нас там Проваливается У нас Проваливается В никуда То есть Просто Утыкается В свет Вот этот В нижний Вот так Вот Силуэт Сделали Где-то Дальний И Можно В него Там Если видите Там Какая-то Даже Зелень Растет Чуть-чуть Ткнуть Просто Зеленый Там Для живописности На границе Какие-то Пятнышки Там То есть Она Не мертвая Гора А С какой-то Там Зеленью Вот Получили Контраст Свет Тень И дальняя Соответственно Глубина Пытаемся Здесь Просто Показать С фактурой То есть Не прорисуем Травку Но в то же время Даем Такую живиночку Здесь То есть Кисточкой Где-то Ткнули Чуть Мазнули И Прям Донизу До речки Это Все Историю Можно Повторять Просто Пятна Которые Сливаются В одну Историю Чуть-чуть Темнее Ну слушай Лучше Контрастов Сильных Не наводить Туда Буквально Вот Ну смотри Вот я Добавил Так вот У вас Предыдущий Светлее А я Борис Электровал Ну Значит Просто Смотришь Его Чуть-чуть Потемнее Да Они не должны Быть Слишком Такое Нюансное Отношение Где-то Хлочочки Такие Просто То есть Мы камни Не рисуем Камни А просто Добавляем Тени За ними И визуально Оптически Все равно Это все Сольется Как будто Будет Такой Рельеф С Деталями И можно Этот коричневый Воду Прям Завести Где-то Как раз О чем Мы говорили Очень Одинаковые Но все-таки Пятнышки Они Смотри Побольше Поменьше Разнообразие В природе Нет Однообразия Вот я вам Все время Говорю Пытайтесь Кисти Вот это Многообразие И собирать Чем дальше Мил Чем Ближе Он Соответственно Пятна У нас Чуть Крупнее Ну И форма И перспектива Соответственно Все это Вот так Передний куст У нас Соответственно Он же Только цветом Накидан был Да Вот на эту массу Нужно что сделать Нужно сделать Несколько стволиков На него Только Опять же Внизу В основании На темном Вот для чего Мы темные делали Буквально Ткнуть Вот он Сразу Куст превращается Когда мы Только добавляем Нюшка А на макушке Наоборот Сделать Пастозного Такого цвета Поскольку Это ближние Кусты Мы их видим То здесь Никто нам Не помешает Прямо Сделать Листики Вот Силуэт То есть Должен быть Такой Из листиков То есть Мы на эти массы Добавляем Просто Вот живинку Вот желтый Можно оранжевый Даже какой-то Тут прям Можно такую Симфонию Яркую То есть Передний план Он живой Потому что Мы его видим Даже можно И темным Что-то такое Туда Какой-то Фиолетовый Добавить То есть Тут яркость Она Вообще Не помешает Потому что Это все Вот Как бы Собирательный Образ Всего цвета Который Есть Там Живенько Живенько Накидали Цветиков Ну и К нему По пару Скажем так Горизонтальных Там Цвет Травы И всего Остального Вот так Вот сухой Здесь Передний план Сухой Должен быть Прямо Живой кистью Дали И Поднимите Все Сейчас я пару столов Добавлю Потемнее В общем-то Я у себя буду скотч снимать Уже Ну Так сказать Чтобы Сэкономить на видео На времени А потом Будем с вами Дорисовывать Так Скотч снимем Сразу посмотрим Что у нас Вот так и получается Так Вот кстати Смотрите Дальний план Надо его Все-таки Здесь Поработать Поинтереснее Когда скотч снимаешь Такое ощущение Сразу Законченность Пропадает Будем Я вот сейчас смотрю Вот я Бываю Что Я хочу У себя Завершить Все в видео Уклить А с вами Будем Дорабатывать Уже так Да Конечно Надо Ну Так Не надо Здесь Такого Света Я Как раз Хочу Убрать Все-таки Это Теневая История Здесь Контраста Не нужны Вот так Вот И К основанию Горы Могут быть Даже Более Теплыми Потому что Снизу Там Какие-то Скальные Такие вещи Могут быть Коричневые Немножко Так Так Вот Туда Все Я даже Думаю Что Можно Розовый Какой-то Оранжевый Едкий В свет Дать Туда Горы Где-то Светик Теплый Сюда Вот так Ну это К вопросу Живописности Чтоб не только Белая была Так Все В общем Ладно Я Свою Выключаю Потому что У меня уже Потом будет Не смонтировать Такую длину Не потянет Сейчас все Парлеток Все-таки Добавлю Контрастных А мы Будем С вами Доделывать Уже Прям Доделывать Вот так Нормально